Привет, меня зовут Саша Гаврилюк, я работаю в команде Gross Factory и сегодня я хотела бы поделиться двумя историями, двумя категорично разными подходами в создании своей IT-компании и в роли как SEO. Расскажу две истории, одну про Сашу, одну про Егора. Начнем с Саши. С Сашей мы познакомились на Facebook, ему 28 лет, он очень талантливый, очень яркий, очень общительный молодой человек и поднимал все продажи в своей компании с нуля сам. У Саши отличный английский, он летает в Германию, он ездит в рот-шоу, он сам разговаривает с заказчиком, то есть он тот SEO, который продает. Он очень долго сидел на своей основной работе, оставался программистом и тем лидом в команде, в которой он работал по найму, вплоть до того, что у него уже был свой офис, 20 своих человек, и они ему говорили, Саш, ну может хватит тебе туда ходить на работу, уже приходи в свою собственную компанию, быть с нами фулл-тайм. И тогда он очнулся и понял, что в принципе зона турбулентности миновала, и действительно можно идти на фулл-тайм заниматься своим бизнесом, своим SEO, но до последнего держал риски дифференцированными. История про Егора. Егор еще младше, мне кажется, ему лет 25-24, но результаты этой команды за полтора-два года это 100 человек. Егор вообще не из IT-бизнеса, он занимался каким-то предпринимательским проектом в сфере кофе, кажется, кофейни, и таким образом познакомился с кем-то из партнеров, у которых была своя небольшая IT-компания. Ему это стало интересно, он начал изучать, он начал общаться и решил, что нужно идти в хайповую нишу. Они пошли в хайповую нишу, которая может вызывать у кого-то вопросы и затруднения, но из-за того, что это было время горячей поры этой ниши, запросов было много, они брали запросы с внешних рынков, то есть с Европы, из Америки, из Украины, из России, работали со всем, и таким образом быстро быстро набрали обороты, и теперь имеют возможности иметь хорошие офисы и хорошие зарплаты, и углубляться чуть больше в свои продукты. Егор понимал, что у него есть один момент, который нужно перекрыть кем-то еще в команде, он понимал, что он не может продавать, точнее, не может продавать на английском, не может продавать на западные рынки, соответственно, он принял решение взять партнера, который уже умел это делать, который был с отличным английским, с отличным опытом, работой на конференциях, с отличным нетворком, с отличными связями, и таким образом он сбалансировал себя, свои таланты управленческие, предпринимательские, партнером, который в каком-то смысле его дополнил. Так что если говорить о выводах, то есть разные стратегии роста, важно видеть эти примеры, видеть эти разницы и действовать так, как для вас максимально близко. Конечно, SEO должен продавать, если вы не можете продавать, то, возможно, партнерство с человеком, которому это легко и хорошо дается, будет хорошим вариантом. Спасибо!